Наши коллеги из речи говорили о том, как облегчить жизнь подавцам-консультантам, о том, как вообще ставить подавцов-консультанты при тяжелой работе. Потому что на самом деле, если будут послушать курилки, как они отзываются в своей работе, становится понятно, что этих людей нужно так можно быстрее освободить, потому что еще глубей нельзя придумать, человек стоит в одном и том же месте, повторяет одну и ту же информацию с другим людям, которые задают ему, в принципе, одни и те же вопросы. Конечно, такие рутинные бизнес-процессы вполне можно было приложить для человекообразного робота. И можно это сделать по помощи серийного создания сценария взаимодействия робота с человеком. Поскольку на сегодня андроидные роботы, они похожи на смартфоны, у кого-то по айфону. То есть еще не написаны те приложения, которые вы заставили их работать в реальной бизнес-среде. У нас уже работают сценарии четырех отростков. Так, изучение, инфраструктуры, образование и космос. Мы тестировали наш опыт в тёрст-арт, на самом деле, больше шесть количеств, но плотным работают, конечно, в Ерландах, и в Корее, и в России. Ну, и, например, в ретро-развитии сценария робот-шоу. Допустим, один из сценарий, который, например, развивается и масштабируется. Мы начали с одной точки, в центральном детском мире, или прекратился, по-своему, два года, наши роботы зарабатывали деньги, продавая просто билеты на свои проставления и мастер-классы. Сейчас мы с музеем «Остание машин» развлекательные такие центры, которые есть в Москве, в Казани и в Питере. Мы масштабируем то же самое решение на три точки. Если в целом сделать это в дальнейшем, наверное, десять фактов заключения по стране. Ну, и, соответственно, потом распространить всю эту тему, как говоришь, по меру. Ну, мы и есть четвертая индустриальная революция, потому что, на самом деле, отличие четвертой индустриальной революции, а третьей заключается именно в развитии сервисной робототехники. Мы планируем, что в нашем центре предусмотренные сценарии будут отпускаться где-то примерно по десять сценариев в год. Ну, и все сценарии у нас уже в работе. У нас есть отдельный white paper по самим этим сценариям. Мы, если кому будет интересно, мы пришлем. Это вот не наш бизнес. Это бизнес наших партнеров. Мы просто вынуждены вникать в экономику этого проекта, потому что пока что мы берем проценты своих доходов. Нам присчитается 25% за поставку самого контента и 25% за работу нашего сорта. То есть, половина доходов мы получаем. В нашем роде поконтированы блокчейн-клиенты, с помощью которых мы получаем объективные данные об их работе. И, соответственно, мы можем реализовать сценарий работы по ингредиенту. То есть, они могут платить нам только за работу. А, ну, я хотел обратить ваше внимание, что ROI 1200% действительно очень маржинальный, абсолютно маржинальный бизнес. И вот некоторые данные по тестовой точке, которые работали у нас, но, собственно говоря, эти данные, это просто для того, чтобы показать, что показатели month-off-month, то есть показатели роста угробуса. Они 65% это вообще чистая венчурная история. Мы реализуем бизнес-сценарий как на роботах и собственной линейки, так и на роботах любых других производителей. Более того, наше решение, как раз-таки, облачение marketplace, Google App Store, для роботов. Он предназначен не только для роботов наших, но и для японских, корейских. Спасибо. Ну, время закончилось. Есть ли что-то важное вы можете в процессе? Да нет, ну что? А команду можно ищут? У меня вопрос первый. Смотрите, а вот то, что график доходов, который вы сказали, реальные доходы, это за этот вот, или за это прогнозный, или это уже полученный? Такой из них. А, который вот там, вот, было. Ну, смотрите, вот это у нас реально точка работала два года. Я за шесть месяцев взял просто первый период, в свой момент, как мы открылись, там, первые шесть месяцев, показал, как это будет. А это вот, это прогнозный, как бы. Ну, он не наш, как бы, это наши партнеры, они, в самом деле, с этим согласны, что он тоже проводил, шоу, как вот, типа, они посчитали, вместе, типа, ну, примерно, вот такая вот история. Но, опять же, мы не занимаемся этим бизнесом, мы поставляем просто сам контент, и сам, что он, как они прокатывают вот этот билет, как они, что там делают, уже, слава богу, теперь это уже не наша проблема, потому что проект, который мы сделали, больше этим занимаемся. Вас Айдар зовут, да? Да. Владислав, акселератор, пятый элемент, соответственно, вопрос такой к вам. Я видел ваш пич в оси, полгода назад, наверное, нет, меньше. Пич через, да, уже от выски. С того времени, что у вас изменилось по бизнес-модели? Какие успехи достигнут? Ну, каким? У нас основной бизнес, он же все равно, есть расцвет и развивается. То есть вы выпускаете, вы делаете роботов и делаете платформу, насколько я понял, правильно? Ну, мы делаем роботов от безысходности, просто потому что хороших моделей нет, поэтому пришлось нам самим разработать свои патенты, роботы и так далее. Но, на самом деле, мы не этим занимаемся, мы продаем скрипты для роботов, то есть, грубо говоря, как они себя ведут в определенную бизнес-ситуацию. А готовы ли работать техники пользоваться вашими скриптами? Ну, то есть, это подтвержденная модель или нет? Мы уже это делаем, но посмотрите представление, о которых мы говорим, и финансово, о котором я показываю, мы делали вообще на японских и французских роботах. То есть, это постоянная модель, которая приносит вам постоянно... Да, она уже приносит деньги, мы уже это делаем. У нас уже есть наш софт, который может управлять роботами на различные компенсационные системы, неважно, кто их произвел. Но мы уже на этом зарабатываем деньги. Мы не зарабатываем деньги. Хорошо. А сейчас вы, получается, ищете деньги на что? На историю блокчейна? На блокчейновое решение? Или на что? Сейчас мы ищем ближе финансирование в России, если говорить про Россию. В России мы ищем ближе финансирование, в измены там 600 тысяч долларов, для того, чтобы открыть центр продюсирования в Лос-Анджелесе. Открыть там демонстрационный зал и открыть там как бы... Так, если центр продюсирования в Лос-Анджелесе, у вас большая сфера контактов и в Корее, и в Японии, и в Штатах наверняка есть через этих же ваших партнеров, почему вы не привлечете штатовские деньги? Да, ну, чтобы просто попасть на этот рынок, нужно там присутствовать. За это нам нужно, естественно, сейчас и компенсационных пока не хватает. Окей. Ну, это ваша гипотеза, что нужно присутствовать. У нас есть кейсы, когда люди просто там отправляли либо человека знающего, который там в долине работал, либо, соответственно, связывались с этими людьми через LinkedIn даже таким образом и находились в их финансировании. Ну, то есть, такие кейсы есть, я их знаю. Возможно, но мы же как бы изначально мы там 4 года находились в Нидерландах как-то. Вот шоу, да? Я много чего об этом всем знаю. И про американских рынков тоже все знают. и, например, представляют, почему нам это нужно сделать. Ну, кроме того, мы хотим готовить контент международного уровня, а его можно сделать в Лос-Анджелесе. Его можно сделать даже в Европе. Я уже пытался как бы ни в Европе, ни в России, ни в Корее. Специалистов нет? Специалистов нет, да. Только они умеют делать Google-контент. Основу какую-то мы, конечно, можем сделать здесь, но затачивать там под Google должны они. Прям специально изделия посадочные люди. Мне очень нравится ваша история, но надо подумать в вашем roadmap, условно говоря, по изучать. Я, кстати, с вами планировал встретиться. Есть самые разные, у которых у нас учетов материалов сколько угодно. Мы действительно работающий проект достаточно давно. А так-то есть там результаты еще есть? Там так-то есть. Да, вот. В общем, можно? Можно? Сценарий писали для бизнеса. Потом это пошло интертейнер. Нет, нам просто пришлось доказать. Люди вообще не верили в то, что андроиды роботы могут зарабатывать деньги. В принципе, всем эта идея, казалось, хочу установить. И говорят, да не может такого быть. На чем же вы сейчас писали? На битубе сейчас. Сейчас мы не занимаемся. Нет, это понятно. А вообще вот сценарии для кого пишут? Для интертейнер? Нет, у нас 7 сценариев. Там два в ритейле, один в финтехе, один в образовании, один в туризме. То есть это совершенно разные сферы. Просто интертейнмент это то, что лежит на поверхности. Все, что касается челкообразных роботов, как правило, оно же связано с интертейнментом, с авиантами. Это вот проще всего, быстрее всего, ближе всего. А распознавание голоса у вас через Google идет, да? Или у вас есть своя какая-то система для распознавания? Ну, у нас есть три адресованные системы. Есть частично в одной из автономных систем, у нас своя система распознавания. Прямо ее с нуля писали? Или взяли какое-то законченное решение? Мы брали этот софт, вообще со софт, он не наш. Купили его? Вот тот, который продавал, не наш софт. Это софт, у нас общество помогло, кстати говоря, с проектом в России. А как называется софт? Я еще так не скажу, у нас нет особого названия. Просто те, которые не стал с ними, допустим, они эффективны. Насколько я понимаю, сложная задача сделать качественное распознавание. Очень сложно. Она очень сложная, в первую очередь, техническом смысле. Вот я про это говорю, вы сейчас человек написал, да? У нас время уже заканчивается, вот, назад. Спасибо.